Мария Лаврентина Кочетова проработала на коксогазовом заводе 38 лет. В прошлом году вышла на пенсию. Живет в общежитии уже 27 лет. Последние месяцы под неизменный звук перфоратора. Вот здесь была стена, дверь была. И здесь вот у нас был душ. Все, все изломали. Те, кто бывал здесь раньше, не узнали бы эти бывшие коридоры и комнаты. Всюду строительный мусор и пыль. Тем не менее, несколько человек продолжают здесь жить. Им просто некуда идти. Но нынешнего владельца помещений это совершенно не смущает. Исковое он подал. Выселение нас и снятие с регистрации. Говорится так, что у нас регистрация незаконна. Что это значит, я не знаю. У нас у всех паспорта российские, у всех нормальная прописка, у всех стоит штамп, который выдавался в паспортном столе. Предупреждающие надписи на дверях, чтобы рабочие по ошибке не вломились в комнату. Вода есть, но только горячая и только иногда. Газ отключен. Для того, чтобы обеспечить минимальный быт, жильцам приходится каждый день прилагать немало усилий. В канистрах возим воду. Воды нет. Пользоваться нечем. Ни туалета, ни душа. Вот вожу воды. Готовить не ночью. Не знаю, как дальше жить здесь. В самом начале этой истории наша съемочная группа посещала общежития и разговаривала с людьми. Тогда оно еще имело жилой вид. А представители Кокса газового завода уверяли, что о людях позаботятся. Сейчас подыскиваем в городе, в районе аналогичные какие-то общежития, гостиницы, куда будем расседать своих людей, те, кто работает на заводе. Теперь с руководства предприятия взятки гладки. Отношения к зданию они уже не имеют. Нынешний владелец поначалу тоже проявил благородство, но потом резко поменял свои планы. Новый собственник сказал, что всем жителям, имеющим регистрацию здесь, мы предоставим проживание с аналогичными условиями. И как бы по сей день одни обещания мы слышали, и все на этом. Он пытается просто нас выселить отсюда. По словам адвоката проживающих, владелец здания Физулий Гусейнов приобрел его у физических лиц, которым, в свою очередь, оно перешло от завода. У жильцов общежития и их защитников вызывает немало вопросов. Факт передачи общежития не в муниципальную, а в частную собственность. Общежитие это заводское было, а сейчас завод нас продал. И уже продал нас трижды, вот это уже третий раз нас продавали. При этом, по словам жителей, загадочным образом у здания изменился статус, что позволяет его перепрофилировать. Исчезли и все документы, подтверждающие факт проживания людей в этих помещениях. Мы даже вот приходим в паспортный стол, а нам говорят, а у вас здесь вообще ничего нет, никаких документов. Уже какой раз судья делает запрос туда, но они чисто формальные, типа, это сейчас не наше здание, у нас не должно быть домовой книги. А куда они ее дели? Это уже вопрос. Суд, который должен расставить все точки над «и», уже несколько раз переносился, в том числе из-за недостатка необходимых документов. Надо сказать, что государственная бюрократическая машина в этот раз сослужила добрую службу. Многие бумаги, которым жильцам не удалось найти в местных организациях, имели свои дубли в московской и областных структурах. Жильцы общежития уверены в своей правоте. А их адвокат, несмотря на то, что суд еще не состоялся, трактует ситуацию однозначно. В случае, если суд окажется на стороне жителей, здание по закону должно быть восстановлено, а у людей появится шанс на решение столь острого в этой ситуации жилищного вопроса. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.